здравствуйте что начинаю как мне писали в комментариях новый сериал по ремонту наверное реставрации вот этого вот небольшого так называемого дорожного патефона sp1 конечно работы с ней предстоит много так не сильно много но все-таки много будет вот то есть таком состоянии его оставить не могу я его доведу практически даде идеала естественно разберу его полностью значит существует у него утраты то есть нет тут где-то вот ножек нету вообще резиновых значит это с боковой поверхности внизу вообще нету но уделен более-менее приличном состоянии даже рамочка очень хорошо сохранилась значит приобрел у как приобрел вы меня появится на кое-что-то не связанное с этим делом с патефонами вот его то есть у нас как это в нашем регионе как так сказать то есть в курсе они не сильно частые поэтому цена у нас на них в рабочем состоянии в хорошем то есть дороговато практически в два раза чем обычный на перту клуб может чуть дешевле просит ну что я могу сказать так с большего посмотрел буквально недавно мне его принесли утраты как я говорил по ножкам голова не родная голова патефона молотов но если вот я то не проверял еще конечно но судя по мембране вроде бы как мембрана целая даже оригинальная но это уже хотя бы радует игла конечно тоже полностью тупая затупилась вернее вот что я еще понял то есть иглу надо вынимать обязательно с этого патефона с головки имеют для этого потому что эти вот иглой царапали не кстати очень много патефонов северный пресс sb-1 с другой вот этой идет с головками артель граммофон она в меньшем диаметре смысле по наружу и возможно тогда не будет это цеплять вот это иголка что ли так что здесь еще можно показать но тут вроде бы движение есть я здесь еще плюфтик что меня как это удивило не знаю правда или это плохо так я рассматривал еще здесь логотип должен быть я уже смотрел очки одевал и даже намека на логотип не вижу абсолютно никакого вот поэтому кто его знает либо он так стерся вернее обсыпался что то есть некачественно был прицеплен 3 и нарисован вернее отпечатал и вот правильное выражение либо ну не знаю то есть обсыпался то есть нет даже на мелко нет что еще здесь из утрат значит тонар ходит легко подшипник хороший нету на ручке на ручке нету это деревянной части это тоже небольшая проблема все это дело нам восстановить сделать будем думать вот еще здесь не хватает естественно часто теряется своего рода вот этой вот клипсы основное то что не хватает вот видите такой металлической металлической вот она закрывается здесь даже место есть такой защиты кита винтики левые стоят что я еще заметил что-то вот здесь левая стоит на двигателе болтается очень сильно этот центробежник то есть не в продольном а в поперечном то есть он будет по идее должен вернее шуметь сильно но я можно попробовать что это получится с этого дела пока завожу можно глянуть что тут тут каких-то два винта уже левых стоят здесь красной краской почему-то отмечены хотя где-то в интернете видел на фото тоже с красной краски может она так и было шло что-то я не помню давно я делал кстати не полную реставрацию делала что-то мелко то есть мелкий был ремонт такого поэтому все детали не припомню как я и говорил у вас их то есть нечастое это дело все поэтому редкость у нас редкость то есть если продают то за большие деньги я как правило каких-то давно видео говорит я если покупают покупают в таком состоянии а то их хуже состояние и стараюсь их отремонтировать в хорошем состоянии во первых золотого запасу нету атамана и как это не не так не интересно в рабочем состоянии покупать так как я не коллекционер я больше как-то ремонтник но кое-что буду держать до себя на первых этот наверное а буду оставлять так ну что немножко я завел можно глянуть что тут получать что я и говорил это получается грузики бьют обвод эту планку что они в эту нижнюю часть но это уже думаю проблем никаких не будет вот вот и причина смотрите как интересно умно кто-то сделал ну так умно умного мало но вышли как говорится из положения и те медные стоят да да мир и что-то мне напоминает это это медь да вот она ходит ходуном на что-то на мне напоминает тормозные трубки автомобиль если честно такая медная трубочка да она приблизительно по диаметру т.к. если его подправить и поиграться и побаловаться на что здесь ради интереса посмотреть да и здесь что-то медь просвечивается тоже будем как двигатель разбирать то есть вот такое вот как внучка сказала дедушкина новая игрушка что будем разбирать полностью в таком состоянии естественно я его не оставлю корпус под реставрацию но без перетяжки то есть надо все это дело залатать промыть прочистить где-то что-то подкрасить кстати здесь должен быть где-то номер судя по всему уже тут этот номер нет какие-то цифры что-то высвечивают но маловероятно что я их прочитаю это с чем это так протерли а ну в принципе да вот пальцем при включении скорости и выключении вернее не скорости выключения и шумит пусть раскручивается хоть по грузикам колотит его конечно ну с таким звуком я его не оставлюся ну как то так головку надо будет думать ну как я еще раз повторюсь наверно говорил что очень много видел артель граммофон стоит на этих sp1 такая есть головка это уже будет посмотреть на что она пойдет эти логотипа все-таки не видать ну ладно что-то будем решать вот эту вот утрату сама будет проблематично найти либо придется изготовить образец хорошо спасибо до свидания